Амизон у сезон гриппу. Захист для вашей родины. Сейчас он командует, там говорят разные оценки, от 40 до 70 тысяч штыков у него под началом. Я думаю, что он мечтает заполучить под командование полумиллионную армию, которая с очень высокой вероятностью попытается сунуться на Киев из Беларуси. Но, учитывая то, что сейчас вес и влияние Пригожина стремительно растут, я думаю, и военный переворот с его участием в Российской Федерации становится все более и более вероятным. И даже дело не потому, что сам Пригожин так уж прям мечтает захватить власть, а просто, понимаете, объективная реальность складывается таким образом, что будет просто подталкивать этого самого Пригожина на подобного рода действия. И вообще, тут надо сказать, что в том, что касается военных переворотов и вообще переворотов, смены власти в авторитарных, тоталитарных государствах, в делах подобного рода, весь цимис и всякая соль истории в легитимности, в понятии легитимности. Вот кто этой легитимностью обладает, тот и прав, тот и побеждает, тот и силен, а тот, у кого эта легитимность начинает исчезать, тот и власть теряет. У Путина сейчас, если разобраться, электоральной легитимности не осталось. Он уже давно не выигрывал ни на каких выборах, все результаты ему просто тупо рисовали, это уже сейчас даже особо и не скрывается. Последняя всякие истории с электронным голосованием, которая, ну, просто выдавала те результаты, которые нужны были власти, даже не считая никакие голоса. То есть, электоральной легитимности у него не осталось, той самой, которая произрастает, скажем так, из выборов. От экономической легитимности тоже ничего не осталось, потому что раньше Путин гарантировал людям постоянное улучшение качества жизни в Российской Федерации. И последние года два-три он этого не может гарантировать, люди там беднеют, поэтому и экономической легитимности тоже. То есть, он не может сказать, голосуйте за меня, не потому что я добрый, умный или царь, а потому что просто я вам жизнь делаю лучше. Сейчас уже этого он сказать не может. Божественной какой-то легитимности у него никогда и не было, хотя были попытки там показать, что Путин там какой-то избранный и не от мира всего. Нет, не получилось у него с божественной легитимностью. Военную он сам себе выбрал. Вот военная, с его точки зрения, была абсолютно надежная и непоколебимая легитимность, военный тип легитимности, потому что, ну, и получалось даже какое-то время там. И с его точки зрения он замерил Чечню, он победил Грузию, с его, опять же, точки зрения он захватил Крым, там нанес серию поражений украинской армии в 2014 году на Донбассе. И он, в общем, счастлив был, он говорил, вот видите, я побеждаю, поэтому вы меня должны слушаться и мне должны подчиняться, дорогие россияне. Но такая легитимность, она хороша тем, что она действует только до того момента, пока ты что-то там выигрываешь, что-то можешь приращивать территорию своей страны, а как только ты начинаешь проигрывать, то этот источник легитимности сразу схлопывается, закрывается. Он даже не иссякает, он прям моментально исчезает. И вот, что происходит сейчас. Путин со всей своей командой, он надеялся свою легитимность повысить с помощью войны против Украины. Как вы видите, у него это не получается, он проигрывает, проигрывает, несет потери, терпит поражения одно за другим, там у него корабли тонут, острова захватываются, районные и областные центры он покидает и так далее. Ничего не получается, всякие перегруппировки жеста доброй воли уже ставшие, в кавычках, естественно, ставшие мемами и так далее. То есть своей легитимностью все очень-очень плохо. И вот на этом фоне ЧВК Вагнера и лично Евгений Пригожин стремительно обзаводятся собственной военной легитимностью. То есть они говорят, что мы добиваемся поставленных целей, мы побеждаем. Вот они там попасны, по-моему, это они там брали. Сейчас они утверждают, что они близки к успеху в Солидаре Бахмуте. Это, конечно, под большим вопросом, насколько они там близки к успеху. Но они вот уже сейчас всячески подчеркивают, что еще не состоявшиеся победы в Бахмуте и Солидаре – это исключительно ЧВКшная заслуга, к которой официальные структуры и институты Российской Федерации никакого отношения не имеют. Что это типа ЧВК только и исключительно Вагнера, никого там больше нет и так далее, и так далее. Что это успехи не Владимира Путина, а не подчеркиваю, что это успехи Пригожина. Для Украины, для украинцев, конечно, там никакой большой разницы нет. И те россияне, и эти россияне, в общем, никакой разницы. Что там вагнеровцы, что там путинцы, что там пригожинцы – пофигу. Но для самих россиян это различие принципиально. И вот то, как будет написана история этих сражений внутри Российской Федерации в ближайшее время, в ближайшие недели, месяц максимум, в значительной степени, как мне кажется, будет определять будущее власти в Российской Федерации. Если же победы в Бахмуте и Солидарии состоятся, это, конечно, не факт, всякий раз надо оговориться, что возможно, скорее всего, даже никаких там побед не будет. Но если, и это большой езд, но если все-таки что-то такое у них получится вытащить, да, то лояльность российской армии, лояльность российского вооруженного комьюнити, вот этих силовиков, да, солдат, офицеров, генералов, даже, наверное, каких-то, Пригожину, может стать гораздо выше, гораздо мощнее, чем их же лояльность Путину или даже Российской Федерации. То есть они, это, в общем, тут нет никакой сложной системы. Но все объясняется очень просто. Все хотят побеждать и быть с победителем, да, и никто не хочет проигрывать. То есть если у вас, с одной стороны, целая группа товарищей, там, не знаю, Шойгу, Герасимов, Путин, Лапин, Кадыров, кто-то еще, 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 обычно всякие другие генералы, и они все время все, суровикин туда же, да, они все проигрывают, проигрывают, проигрывают. У них сплошные жесты доброй воли, да, а с другой стороны, бах, появляется вот этот Пригожин, который что-то там выиграл, да. Ну и, конечно, всем солдатам хочется туда, где что-то победило, кто-то победил. Почему? Потому что побеждать всегда интереснее и прикольнее, чем проигрывать. И поэтому, да, лояльность, лояльность армии, лояльность вооруженных формирований, а там много всяких вооруженных формирований, там не только армия российская действует, Пригожину и Вагнеру может стать выше, чем их лояльность Путину и Российской Федерации. Тут я хочу, кстати, в скобочках заметить, что тумблер легитимности, он, знаете, переключается в сознание и армии, и военных людей, и широких народных масс очень часто незаметно. Без такого щелчка, без какого-то громогласного события, да. Но последствия этого переключения, он как-то мягко так происходит, overnight, как говорят, в течение одной ночи, да, как говорят американцы. Но последствия такого переключения обычно становятся ясны всем сразу, одновременно. Просто каким-то буквально волшебным способом, или образом, правильнее сказать, все одновременно начинают понимать, что утренний еще всесильный правитель, который мог там мановением пальца двигать полками и так далее, к вечеру становится меньше, чем никем. То есть просто нулем без палочки. А верный слуга этого вчерашнего всесильного правителя внезапно, точно так же, внезапно заполняет собой все общественное пространство власти. И он этой властью и становится. В такой ситуации никакого даже формального переворота, военного переворота или путча, может, и не понадобится. Просто все как-то одновременно примут данность, что в стране новые правители. Хотя такое редко происходит, но бывает, случается. Я, помните, когда после путча в Москве в 1991 году, всем стало ясно, что Горбачев больше не президент, что он президент ничего. Он хотел, ну, был титул, у него был кабинет в Кремле и так далее. Ну, всем стало, еще даже до Беловежских всяких соглашений, всем стало вот как-то моментально ясно, что Горбачев, ну, никто. Вот он проиграл. Все, больше никакой власти у него нет. Издавал бы он там указы, приказы, его просто никто бы не слушал. Потому что всем стало ясно, что все, Советский Союз кончился, распался и совсем новая часть. При том, что не было какого-то формально Горбачева на виллу никто не поднимал и из Кремля его никто не выковыривал. То есть была такая попытка, но попытка не удалась, а вот дальше все равно он остался без власти. Вот как так? Вот просто остался и все. Легитимность потерял. Вот тут может то же самое случиться в некой похожей форме. И не обязательно именно то же самое произойдет, естественно. Может быть, что-то аналогичное по смыслу, даже не по форме. Так вот, Путин своими руками сейчас, создав, во-первых, альтернативные вооруженные силы вот этого чувака, дав им возможность побеждать, победить, толкает историю именно в этом направлении. Потому что он предоставил Пригожину не только войска, но и право, и вообще титул успешного военного лидера. Да, он создал альтернативный центр власти. Причем не просто центр власти, а альтернативный центр тяжело вооруженной и хорошо подготовленной, и еще и успешной в военном отношении власти. Надо, конечно, сказать, что это все означает для Украины и будет означать для Украины. Опять же, это лишь моя теория, никаких особых инсайдов у меня нет, но думаю, тут есть о чем поразмышлять. Смотрите, ну, во-первых, сейчас надо понимать, Пригожин, его люди сделают все возможное и невозможное, наверное, пожертвуют гигантским количеством техники, людей, да хоть всеми людьми поддерживают, пожертвуют, лишь бы только в некоем обозримом будущем захватить все-таки Солидар и Бахмут. Но если, и это большое если, у них это получится, то дальше по Донбассу, на Краматорск, на Славянск, я думаю, они не пойдут. Я думаю, они направят всю свою энергию на попытку захвата или окружения Киева ударом огромной армии из Беларуси. Сейчас эта армия там готовится. В Беларусь едут российские генералы, едут российские офицеры, туда едет техника. Солдат, вот мясо, что называется, туда пока не отправляют, пока не началась мобилизация, вторая волна мобилизации, я думаю, там сейчас создается вот такой костяк, как бы скелет будущей армии, вот техника, патроны, снаряды и так далее, и офицеры. И потом, когда будет дана команда, если она будет дана, то туда хлынет поток мобиков, и они, собственно, наполнят мясом вот этот скелет, и уже такой новый военный организм полезет с севера на Киев. Будет попытка вот это окружить, я думаю, Киев. Скорее всего, не будут они пытаться даже захватить, скорее всего, попытаются окружить. Есть и второй вариант, конечно, событий. И Украине, естественно, к этому надо готовиться. Но я думаю, что там без меня все это понимают, военные копают окопы, укрепления строят и так далее, туда, к северу от Киева. Я думаю, это совершенно очевидные вещи, которые там без моих подсказок обойдутся люди. Но есть второй вариант. Заключается он в следующем. Пригожин, получив по свое командование полмиллиона верных лично ему, я думаю, там как раз вот именно около полмиллиона будет армия, полмиллиона верных лично ему солдат и офицеров, может, запросто может попытаться сам стать президентом Российской Федерации. просто скинуть Путина, да, потому что Путин в ходе войны, который вообще ничего не выиграл, зато много чего потерял, не сможет просто сохранить свою власть. Ему нечего будет противопоставить Пригожину с полумиллиона армии. Ну, допустим, даже если, там, не знаю, ФСБ, да, Федеральная служба охраны. Этого недостаточно. Ну, ФСБ это следователи, это палачи, это какие-то там шпики, да, это там, не знаю, шпионы и так далее. Что такое Федеральная служба охраны? Это спецназ, хорошо подготовленный спецназ, там, ну, сколько его? Тысяча человек, да, ну, две тысячи человек. Против полумиллиона армии это ничего, вообще просто тьфу. Ничего они не смогут сделать, если пойдет Пригожин со своей армией на Кремль. Без вариантов, проиграют. Ну, другой вариант, что Путин наскребет какие-то верные ему части полки, уж не знаю, и тогда начнется гражданская война. Ну, любой из этих вариантов, и поход Пригожина на Москву, и гражданская война, и захват Пригожином власти почти наверняка приведет к завершению нынешней войны и к запуску каких-то дипломатических процессов. Потому что Пригожин, скажем так, война против Украины – это путинский проект. У Пригожина могут быть свои какие-то проекты. И вовсе не обязательно они должны совпадать с проектами Путина. Пригожин всегда подчеркивает, что он не по идеологическим соображениям воюет, а за деньги, за деньги, 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 мы охотники за удачей, вот это все, сказали, заплатили за войну на Донбассе, будем на Донбассе, заплатили за войну в Африке, будем в Африке. И вообще Африка ему гораздо интереснее, по моим собственным наблюдениям, чем Донбасс. Донбасс ему вообще не понимаю, нафига он нужен. Поэтому я думаю, что даже если Пригожин станет новым, там, не знаю, фюрером российским, то даже он будет, начнет переговоры о уходе войск с Донбасса и передаче Крыма Донбасса под суверенитет Украины. Я, может, слишком хорошо думаю о Пригожине, не знаю, но мне кажется, что так. Потому что для него будет очень важно хоть как-то легализоваться в глазах миророса общества, если он захватит власть. И легализоваться он сможет, собственно, ну, только выполнив украинские требования. Так, поэтому, знаете, я думаю, что действительно, если и гражданская война начнется, тогда любая из, в России я имею в виду, любая из сторон будет, опять же, искать помощи у Запада, у мирового сообщества с помощью переговоров, с помощью обещания закончить войну в Украине. То есть оба эти варианта для Украины, как мне кажется, достаточно выгодны. Ну, конечно, важный момент надо отметить. Я понимаю, что все это звучит на данный момент довольно фантастически. Всякие там походы полумиллионных армий на Москву и война между Пригожиным и Путиным и так далее. Все это звучит довольно странно. Но, знаете, вот я, вы просто попытайтесь себе мысленный эксперимент такой поставить перед собой. Прочитайте новости любые сегодняшние глазами себя же из двухлетней давности. Вы просто офигеете. Вы просто не понимаете, что вообще происходит. Куда мир скатился. Поэтому те новости, которые сегодня, вообще те события, которые сейчас кажутся фантастическими и абсолютно невозможными, через два года могут стать обычной абсолютно рутиной и обычной фигней какой-то такой, которая не вызывает ни шока, ни удивления. Ну и смотрите. Для северного футбола давайте немножко еще расскажу, что может происходить там к северу от Киева. Если история сейчас с Солидаром все-таки выгорит у Пригожиным, если он получит эту армию в 500 тысяч человек, то Путин, я почти уверен, он скажет, я абсолютно не против, то есть он абсолютно не против положить еще 200 или 300, а может быть там 400 тысяч своих солдат, чтобы захватить или взять в окружение Киев и тем самым выиграть войну. Потому что логика такая у него там сейчас. В прошлый раз это почти получилось, хотя войск было у российского командования в 10 раз меньше на киевском направлении. И даже при этом российские войска стояли в пригородах Киева. Если сейчас войск будет в 10 раз больше, если они учтут все ошибки прошлогоднего наступления неудачного, если они примут соответствующие меры, то, как считает Владимир Путин и считает его, наверное, военное командование, то может сейчас получиться. В этом году может и получиться. Переброска войск. Знаете, удивительно. Вот я читаю белорусский один такой источник, называется белорусский гаюн в Телеграме. Там они, белорусы, нормальные ребята, отслеживают передвижение российской военной техники и белорусской военной техники по Беларуси и в Беларусь. Так вот, они пишут, что началась переброска военной техники, представьте себе, из Луганской области Украины в Беларусь. То есть, с самого горячего участка фронта везут боевую технику в Беларусь. Посреди боев страшной интенсивности. Как вы понимаете, это не может быть просто так. То есть, это явно подготовка к чему-то очень серьезному. Ну, не могут они брать из самого опасного участка фронта в решающий момент снимать войска, если бы у них не было какой-то более серьезной, более важной задачи там в Беларуси. Я думаю, что такая задача есть. Плюс идут танки в Беларусь, летят вертолеты в Беларусь, какие-то военные самолеты приземляются там постоянно. Едут офицеры, едут генералы и так далее. Когда такое наступление может состояться? Вот у меня, я с друзьями своим говорил на эту тему, они говорят, ну хорошо, ну и когда ты думаешь, что такое может произойти? Я думал, и знаете, мне кажется, что что-то подобное, подобный как бы рывок из Беларуси на Киев мог бы состояться в конце марта, начале апреля, тогда, когда земля уже высохла, по земле уже может свободно ездить техника более-менее. Но при этом зелени на деревьях еще пока нет. То есть, пока негде прятаться, устраивать засады и так далее. Вот это, я думаю, самое такое время для наступления удобное было бы. И, хотя, опять же, я не военный эксперт, может, военный эксперт меня в этом смысле поправит. Но о том, что такое наступление очень даже возможно, говорит, во-первых, прямым текстом говорят украинские военачальники, говорит Валерий Залужный, говорит Кирилл Буданов, другие люди говорят, которые разбираются в вопросе. О том, что мобилизация вот-вот начнется уже тоже. И Резников говорил, и Зеленский говорил. То есть, в принципе, это, я не выдумываю все это. Это основано на заявлениях украинских официальных лиц. При этом Запад, судя по всему, относится к этому угрозе очень серьезно. Именно поэтому в Украине за последние буквально две недели пообещали огромное количество вооружений, боевой техники. И БМП, Брэдли, Страйкер, говорят, тоже приедет, это американские боевые машины. И Мардер, это немецкая боевая машина, очень тяжелобронированная, ну почти танк. Зенитно-ракетные системы Патриоты на будущей неделе начнется обучение украинских солдат и офицеров управления этими самыми Патриотами. Германия пообещала еще одну дополнительную батарею, кстати говоря. Скоро танки поедут в Украину западного образца. Долго, кстати, помните, страны Запада очень долго не хотели давать танки, но сейчас просто как прорвалой. Финны, латыши, по-моему, сказали, поляки, что предоставят по несколько танков, французы, немцы, британцы свои челленджеры, леопарды-2 челленджеры. Вероятно, будут и американские абрамсы, но с абрамсами там немножко сложно. Почему? Потому что у них очень сложный двигатель. У них там стоит вертолетная турбина внутри в качестве двигателя. Он очень мощный, очень хороший двигатель, но он очень-очень сложный. То есть, если дизельный двигатель любой механик может разобрать, собрать, ну, квалифицированный механик, то, конечно, вертолетную турбину не каждый человек сумеет. Плюс там нужны особые виды топлива, плюс там, короче, очень сложно. Танк хороший, но к этому танку нужна целая система, огромная система его обслуживания. И это довольно сложно организовать. Ну, в принципе, если абрамсы приедут, конечно, никто жаловаться не будет. Очень-очень важны самолеты. То есть, Запад видит, что готовят россияне какую-то поганку, да, и что-то какая-то заворуха намечается. В каком смысле важны самолеты? Понимаете, осуществлять наступательную операцию, не обладая господством в воздухе, невозможно. Вот поэтому, собственно, я подозреваю, что немцы с американцами сейчас дают патриот, чтобы у России не было господства воздуха. Но если господство в воздухе будет у Украины, вот тогда точно, железно, никакое наступление не получится. Потому что все эти колонны, вся эта техника, все эти солдаты, они будут с воздуха просто покрашены в мелкий салат украинской авиации, если у этой авиации будет свобода действия в небе. Поэтому, конечно, я уж не знаю, конечно, кому там не спорно тоже писать письмо, но надо, конечно, разговаривать с украинским дипломатом, военным с западными коллегами насчет того, что очень нужны боевые самолеты. Очень-очень супер-пупер-шмупер, как они нужны для предотвращения подобного наступления на Киев. Я думаю, что если будут и вот эти Брэдли, и танки, и леопарды, и абрамсы, и страйкеры, и всякие французские колесные танки, и так далее, и так далее, да плюс еще F-16, ну хотя бы пару десятков, такое наступление российское будет абсолютно обречено. Полмиллиона, миллион, неважно, не получится ничего из этого наступления, 100%, и оно провалится. В общем, я подозреваю, что если такое наступление состоится, то это будет главным сражением всей текущей войны. И, скорее всего, как я вижу ситуацию сейчас, Россия это сражение проиграет. Но деваться, отказаться от проведения этого сражения Владимир Путин не может, потому что, как я сказал выше, нет у него других вариантов развития событий, которые могли бы предоставить ему победу, а поражение для него означает потерю власти, жизни, здоровья, положения, места в истории, денег, капитала и все, чего угодно. Поэтому, я думаю, нам так всем потихонечку надо понимать, что такое развитие событий очень не исключается и готовиться к нему. Ну и еще одна важная новость, которую я хочу сегодня поделиться с вами на этой неделе. Российская нефть марки Юрлс, это экспортная марка российской нефти, продавалась, 6 января это дело было, она продавалась по ценам в два раза ниже мировых. За 37 долларов ее отгружали в порту Приморск. Об этом сообщает издание Bloomberg. При этом эталон нефти мировой марки Brent стоил почти 80 долларов. Тут почти 40 и там почти 80. То есть российской нефтью просто становится невыгодно торговать. Это убыток, по сути дела убыточная торговля. И из-за этого российская экономика в нынешнем году, скорее всего, помрет. Так или иначе. Ну просто негде денег будет. Будет гиперинфляция, будет страшная нехватка денег в бюджете и так далее. И из этого я делаю вывод, что сейчас у Владимира Путина, ну реально, у него остается возможность один единственный рывок совершить. И все, на этом его история будет закончена. И, скорее всего, ему придется это делать. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Это Радио НВ. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. И пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Радио НВ.